Понимаете, здесь вообще невозможно ходить. Я не могу никакие виды работы. О ремонте двора мечтают жители дома. Литер-2 в маховой паде. В выбоинах на асфальте стоит вода и просачивается в подвалы. Последние приходится сушить. Решить проблему хотели с помощью у нас проекта «Жилье и городская среда». Подготовили документы, но попасть в программу пока мешает задолженность жителей по оплате коммунальных услуг. Программа федеральная, а там очень четкие условия, чтобы вступление в эту программу, там должно быть отсутствие задолженности. Поэтому федерацию не включают. Это их требование. Здесь проложили японцы. В 1946 году сделали. Собираются все родники в одну трубу. Историю местного трубопровода, по которому в маховую падь поступала чистая родниковая вода, местный житель Алексей Просвирин знает наизусть и делится. В последнее время качество ее значительно ухудшилось. Возможно, под избыточным давлением трубу прорвало. Нужно разобраться в ситуации. Если только действительно порвана труба, ее можно откопать и отремонтировать. А если, допустим, мы откопали, отремонтировать, то и давление подаем, и вода не поступает, значит еще где-то порывы. То есть искать порывы на таком расстоянии – это абсолютно накладно и очень нецелесообразно. Но больше всего жителей, которые пришли на встречу с властями и прокуратурой, волнует вопрос закрытый третий год бани. По результатам экспертизы здание небезопасно. Пока власти прорабатывают вопрос и предложили местным альтернативу – ездить в городскую баню номер 6. При этом компенсировать проезд на автобусе будут из бюджета. Люди отказались, как и от второго варианта. Администрация говорит, здесь есть частники, которые могут сейчас уже осуществлять оказание услуг банно-прачного комбината за по муниципальной цене. Это второй вариант. При этом администрация не говорит – это точка. И больше мы ничего делать не будем. Вам предлагают решение уже сейчас. По всем вопросам, которые озвучили жители Маховой Паде, прокуратура проведет проверку, а власти попытаются найти решение. К слову, в ближайшее время в районе отремонтируют виадук и поставят вызывной светофор, обустроят место отдыха у ручья Буяновский. Благоустраивать территорию у обоих зданий школы уже начали. Обо всем этом мэра жители просили ранее. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин